Вы смотрите телеканал Freedom. Спасибо, что вместе с нами узнаете правду о войне в Украине. О пропавшей ракете в Газе, о том, сколько платят боевикам за израильских заложников и о бытовом антисемитизме российской пропаганды, поговорим с нашим гостем. Это Эмиль Шлеймович, главный редактор израильского портала «Детали». Здравствуйте. 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 Наземная операция в секторе Газа не будет проводиться, если Хамас освободит всех пленных и сдастся. Об этом заявил представитель армии обороны Израиля Джонатан Контикус. Я хочу процитировать. Если бы Хамас вышел из своих укрытий, которые не прячут под израильскими гражданами, вернул наших заложников, всех 212 и сдался безоговорочно, тогда война закончилась бы, сказал он. Но вот в то же время, в противном случае, отметил он, нам, вероятно, придется пойти и сделать это. К какому сценарию вы больше склоняетесь? Я думаю, что ключевое слово здесь сдался. То есть вопрос не в том, что Хамас может освободить заложников и все за этим закончится. Я думаю, что все-таки какого-то уровня наземная операция будет проводиться, потому что невозможно зачистить территорию без наземной операции. В принципе, там и сейчас действуют наши части на определенных вылазках. И было некоторое время, вчера, по-моему, была информация, что один военнослужащий погиб в результате боя на территории сектора газа. Понятно, что, опять же, сейчас мы говорим про 212 заложников. Вы видите сами, что число все время растет. Есть все еще 100 неидентифицированных тел. И я думаю, что продолжается работа по выяснению, сколько же всего людей на самом деле оказалось в руках у Хамаса. Чтобы даже если произойдет полный обмен, чтобы не оказалось, что кто-то у них там остался. Никто пока не отказался от планов наземной операции. Никто пока не отказался от планов сместить Хамас. Нет никакой информации, что планируется вместо. Планируется вместо. Планируется вместо. Это просто не произойдет. Хамас не согласится, разумеется, полностью капитулировать, полностью разоружиться. Значит, его придется разоружать и ликвидировать Израиль. Судя по всему, да. Не для того они начинали вот такую страшную войну. такими страшными способами. Скорее всего, конечно же, они не сдадутся. Вы знаете, сложно понять, почему вдруг они на такое решились. То есть, они явно в какой-то момент решили, что можно. Потому что, ну, было абсолютно понятно, что даже если все, что вы планируете, то есть, мне трудно предположить, что Хамас ожидал свергнуть все государства Израиль и, как предполагается, очистить. Да, это просто несопоставимые величины. То есть, они ворвались, да, они утащили какое-то количество заложников и, видимо, ожидалось, что ответная реакция будет чрезвычайно тяжелой. Видимо, они просто схватили заложников и убили людей больше изначально, чем планировали их командиры. Поэтому, точно так же, как Насрау в 2006 году не ожидал столь жесткого израильского ответа, точно так же они не ожидали сейчас ответа Израиля. И уже распространяются, например, данные о том, ну, вот у нас, вы знаете, вчера были освобождены две женщины пожилые, очень одной 78, другой 85. При этом, очень важно подчеркнуть, их мужья остаются в плену Хамаса. Поэтому к их рассказу о том, как с ними там обращаются, нужно относиться с поправкой на этот нюанс. Но они говорят, что их держали разбитыми в группах по пять. Есть врачи, предоставляют средства гигиены. они, я думаю, уже готовы каким-то образом отойти от тех зверств, которые творили, отдать часть заложников, потому что надо каким-то образом остановить вот этот израильский каток. Пленные, которые начали давать показания, пленные хамасовцы, я имею в виду, которые взяли в первые жизни боев, они рассказывают, что в мечетях им не давали никаких рекомендаций творить какие-либо зверства. И это логично, это вызвало осуждение во всем мусульманском мире, это противоречит вообще каким бы то ни было нормам, догмам исламской религии, Корану, вообще принципам исламской морали, шариату. Это не соответствует ничему. Но руководство Хамаса сказало, делайте, что хотите, и вещи он рассказывает совершенно страшные. И у нас по поводу количества заложников, у нас продолжает сейчас работать институт, наши судебные экспертизы. Который затрудняется, там опознали уже 800 человек, идентифицировали, и затрудняются они в своей работе, потому что, ну вот, был случай, когда им поднесли обугленный комок просто. Потом выяснилось, что отца и сына связали электрическим кабелем и так сожгли. В другом доме они вытащили груду конечностей и потом разобрались, что там три левые ноги, две правые. Кому они принадлежат, где эти три человека. То есть там совершенно немыслимые вещи, которые даются сейчас, в том числе в показаниях о том, что боевики в определенном случае совершали акты некрофилии после того, как люди уже были убиты. Невероятно. Невероятно, да. Но сейчас вроде бы, я надеюсь, что эти женщины не врут, что с ними обращаются насколько возможно, нормально, в тех условиях, в которых они оказались, держат их под землей. Держат их, как и ожидалось, в туннелях, в бункерах находятся они, скорее всего, эти бункеры, в том числе под частными домами либо под какими-то гражданскими объектами. Высвобождать их, если не удастся теми или иными способами убедить террористов их освободить, высвобождать их будет, конечно, чрезвычайно сложно. Но тем временем министр обороны Израиля Юаф Голланд сообщал, что Цехала существует наземное вторжение в сектор газа и, по его словам, это будет смертельная атака, это будет комбинированная атака с сушей, с моря и с воздуха. Какая сегодня угроза военных действий на севере Израиля при этом всем? Там продолжаются дуэли. Периодически в нас выпускают противотанковые снаряды. Мы отвечаем огнем либо артиллерии, либо танков. И очень противоречивые слухи. Вы знаете, Израиль, ну и есть, приписываются, скажем так, зарубежными СМИ. Это Израиль разбомбил аэропорты в Алеппо и в Дамаске. Стремясь предотвратить поставки новых вооружений. Но, в принципе, там и так 150 тысяч это только ракетный арсенал. До сих пор нету пока никаких движений со стороны Хизбаллы. Как мы уже говорили, Хизбалла, в общем-то, не горит желанием вписываться за Хамас по целому ряду причин. Хизбалла не воюет за Палестину, она воюет за Ливан. Хизбалла помнит, как Хамас отказался поддержать Асада, когда было трудно, когда еще Россия даже не вписалась. Иран это тоже, помнит, воспринимал их как предателей, потом только восстановились отношения. То есть, пока, ну, американское присутствие, опять же, и однозначное предупреждение, что ни со стороны Йемена, ни со стороны Хизбаллы не будет без ответа любое серьезное, какое это движение. Пока что там спокойно. Тем не менее, ну, вот, эвакуация из севера продолжается на случай развития военных действий. Ну, вот, продолжая тему заложников, вот, вот, была информация, что террористы собираются передать 50 заложников иностранцев Красному Кресту в течение нескольких часов. Об этом сообщал израильский портал i24news со ссылкой на свои источники. Переговоры об освобождении заложников при посредничестве Кадара идут, вроде бы, как к завершению, да, и передача произойдет в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Цехал приостановил бомбардировки анклава для передачи пленных и по данным газеты ХАРЭЦ ХАМАС также рассматривает вариант освобождения заложников в обмен на топливо. Подтвердили ли эту информацию власти Израиля? Какое вот общее количество заложников могут передать террористы и, ну, возможно ли все-таки добиться их? Со вчерашнего дня, да, вы правы, со вчерашнего дня при последничестве Катара и, если не ошибаюсь, Египта тоже идут переговоры именно о 50 людях, которые имеют паспорта других стран, в том числе это США, Франция, Германия. Макрон неслучайно приедал. И, говоря, или именно вчера, когда освободили вот этих двух пожилых женщин, что освободили только их, а не 50 человек, потому что Израиль отказывается передать все про газы топлива. Топливо это продукт двойного назначения, топливо используется, разумеется, ХАМАСом для автомобилей, для освещения туннелей, для каких-то прочих нужд. При этом у ХАМАСа запас топлива существует. Топлива нет для местной электростанции, и это очень опасно, потому что, например, в Газе есть 130 новорожденных, которые содержатся в инкубаторах. То есть, если там отключат свет, если там не будет электроэнергии, то для этих младенцев это разнозначно смерти. Но я еще раз повторяю, что у ХАМАСа топливо есть, и если они захотят обеспечить этот генератор, то он будет работать. Если они захотят попытаться свалить на Израиль смерть от этих младенцев, то они просто, разумеется, топливо не дадут и обесточат. Израиль отказывается предоставлять топливо, как и любые другие товары двойного назначения, поэтому я думаю, что разговор о том, пойдет ли на это Израиль, тайно ли он, может быть, Израиль разрешит это, чтобы добиться этого освобождения, или что-то еще произойдет, это вот уже разговоры не с Хамасом, это разговоры с Байденом, Бринкеном, Макроном и всеми остальными, кто хочет, разумеется, выдернуть своих граждан. Опять же, какие угодно паспорта, по какому угодно принципу, разумеется, чем больше людей удастся оттуда вытащить, тем лучше, но Израиль пока официально на передачу топлива или какие-то другие побожки не идет. Что касается перемирия на время освобождения заложников, тоже подтверждения прямого нет, но у нас есть практика такая короткая, что даже без официального прекращения огня, заявленного, огонь может быть прекращен либо в определенном секторе, из которого выходят конкретные люди, либо в целом прекращен на определенное время, без того, чтобы об этом заявлялось именно вот как о гуманитарном прекращении. о гуманитарном о гуманитарном о гуманитарном